Эти кадры появились в социальных сетях около 10 часов утра с опозданием. Жильцы дома напротив заметили мужчину на крыше девятиэтажки около половины девятого. Понятное дело подумали, что человек решил добровольно проверить ускорение свободного падения. Я вышла, он уже наверху был. Наверху. Хотел прыгнуть. И тут с того дома вызвали МЧС, полицию и скорую. И тут он хотел спрыгнуть, но не спрыгнул. На этих кадрах сотрудник спецслужбы с балкона последнего этажа уговаривает мужчину не делать резких движений и вообще быть осторожнее. Зачем так рисковать, а? Ради чего? Уговоры подействовали, но спуститься с крыши девятиэтажного дома мужчина решил нетривиальным способом. Без какой-либо страховки, с ловкостью человека-паука. Он полз вниз прямо по стене дома. Правда, конструкция советской общественной сушилки сыграла на руку. Но, возможно, у него не было другого пути. Этого человека мы встретили возле дома уже около 11 утра. В доме он не живет. Приехал чинить. А, вообще не по этому случаю. Даже внизу мужчина отказался воспользоваться развернутым спасателями кубом жизни. Прыгнул в сугроб и в руки полицейских. После этого он был передан психиатрической бригаде скорой медицинской помощи для оценки его состояния. В ходе установления обстоятельств произошедшего стало известно, что 45-летний мужчина является жителем Рамадановского района. По его словам, на крышу многоквартирного дома он забрался, чтобы почистить снег. Помочь коммунальным службам в борьбе со снегом мужчина решился якобы на спор. Впрочем, в альтруизме герои этой истории специалисты усомнились. Действительно, кто же в трезвом уме и здравой памяти захочет снег на крыше чистить? Кстати, именно про нетрезвость ума с самого начала говорили очевидцы. Но оказалось, что странное поведение азартного любителя высотных снегоуборочных работ вполне закономерно. Коммунальный человек-паук после обследования отправился в психиатрическую больницу. Светлана Малашина, Андрей Просвиркин. Наши новости.